Сейчас я ножки. Ну, типа, короче, вот так. Раз. Оп, оп. Ну, хобот. Сейчас. Подожди, подожди. Сейчас. Я художник. Ну, это лось, лось. 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 С большим хоботом лось. Вот какой-то лось сюда засунул это. Что, всем доброго дня. Сегодня у нас Гранд Старкс. Восьмой год. 2,5. Турбодизель 174 лошадиные силы. Так, по пробегу у нас 234-200. Ну, это, конечно, конечно, скорее всего, ерунда. Все. И крути стартером, но ощущение, что компрессии нет. Первое, что в таких случаях делается, это открывается заливная горловина и смотрится распредвал впуска, крутится или нет. Посмотрели, распредвал крутится. Первое, что следует в этом случае сделать, это вскрыть крышку ГРМ верхнюю, чтобы понять, поряд ли ли что-то с метками. Здесь визуально видно, что клапанная крышка снималась давно, а вот крышка ГРМ верхняя, герметик как будто вот прям буквально недельку назад сделали. И по нижней тоже. Наверное, менялись цепи не так давно. Может быть, это и стало причиной. Может быть, что-то было не закручено. Может быть, какая-то деталь была некачественная и что-то отлетело, отвалилось. Не знаю, сейчас я сниму диффузор, вытащу вискомуфту, поставим аккумулятор, покрутим. Послушайте, как это. Раз предвалы крутятся, что-то с компрессией не то. Поэтому будем снимать крышечку сейчас. Неправильно крутится, масло есть. В двигателе, конечно, прям вообще енот. Ну, такая там, нормальный слой и каки там. О, шкив генератора менялся новый. А ролик? Интересно. Все недавно делалось, а ролик, конечно. Охлаждающаяся на месте, и там тоже помпу. Как будто бы тот что-то снимал. Откручиваем. На крышке у нас есть поддевать здесь, там снизу и там внизу. То есть специальные прорези, которые позволяют нам отодвинуть крышку. То есть она приклеена на герметике. Слушай, оттуда, короче, так летит двигатель, так и греть, как будто там очень сильно сгорели шайбы. Цепь визуально видно, что неплохая. Вот этот вот налет сажа, он как будто изнутри, как будто там шайбы пламя госячие выгорели. Оттуда летит эта вся кака. Так, выставляем метки. Надеюсь, что мне повезет. Бывает, совпадает с первого круга, то есть, либо с третьего. А он не крутится. Черт. Верхняя цепь, верхняя цепь стоит правильно, если прокрутить. Средняя цепь на один зуб неправильно. Но опять же, если даже на один зуб будет перепрыгнет, она будет заводиться там с первого раза или с десятого раза и будет выбивать ошибку по дачку распредвала, но при этом даже, может быть, и чек не будет гореть. То есть, это не проблема. Проблема в другом. Почему она так туго крутится? Почему она так очень-очень туго крутится? То есть, причина может быть как в головке, так и причина может быть у нас внизу на коленвало. Поэтому мы сейчас, следующий этап, мы сейчас берем и отворачиваем одну из шестеренок распредвала, если, конечно, получится. Так, Дмитрий, ты проходи сюда, ты будешь моим ассистентом вторым. Давай, вот туда давай, держи, а я сорву отсюда, давай. Ты у нас мужчина серьезный такой. Оп, все, спасибо. Сейчас снимем цепь для того, чтобы понять, все-таки нижняя часть у нас клинит или верхняя, потому что из-за сбитой, опять же, на один зуб метки внизу или вверху, неважно, то есть проблем не будет. Единственной проблемой будет являться запуск. То есть он будет такой непостоянный. Конечно, визуально выглядит, что как будто бы здесь все так прекрасно, все хорошо, а по факту здесь, не знаю. Что-то плохо. Вот это прям сажа, как будто там шайбы сгорели. С тепломега сеть шайбы, конечно, они прям многих уже добили. С тепломега сгорели. Я не могу цепь снять, потому что, ты видишь, я из цепи могу что-то вылепить такое, знаешь? Зайчика сделать или собачку. Это как? Ты видишь, что это происходит? Это прям... Смотри, сейчас я сниму и сделаю зайчика. То есть это должно все делаться без проблем, но... Тут, конечно, очень интересно. Не, ну... Раз она... Я не знаю, с цепью как будто бы что-то... Приключилось. Может быть, это... Очередная китайская цепь, которая... Я никогда не снимал натяжитель, не успокоитель. Всегда цепь снималась легко. О, как! Видали? Это как? Да... Слушайте, кстати, на цепи... На цепи нету опознавательных знаков, чьи-чьи-то вообще... Ни синих меток, никаких меток. То есть это... Это прям... Подделка, которую прям... Видно, что поставили туда прям не так давно. Я не знаю, может, она, конечно, вот так сложилась в кубик Рубика и что-то перескочила. Так, что же произошло? Назад коленвал сейчас отведем и попробуем покрутить распредвал в пуск. Вот я говорю, а там внутри что-то в головке вообще прям гадость какая-то полная. Что-то тут летело. Мотор у нас крутится неплохо, в принципе. Так, то есть двигатель у нас сейчас должен крутиться. Надо упереться все-таки в степень сжатия и как она будет реагировать. То есть на это... Да, компрессия. Есть, оп, и уперлась. Все. То есть... По идее, по идее, упираться они не должны. То есть он крутится как будто бы там. Ничего нет. Ну как? Он крутится очень туго. Но усилие, то есть в клапана... Я не знаю, я бы не сказал, что там что-то чувствует. То есть какая-то непонятная кашет. Сейчас ставим туда шестерни. Ну вот, тоже крутим. Ну, очень-очень туго. Ну вот здесь еще что-то как будто бы что-то есть, но все равно это... Нет. Как будто там что-то наматывает какую-то массу непонятную. Такую густящую. Попробую как-то немножко разгребтись. Понять, что вообще делать дальше. Потому что реагируют все по-разному. Каждый клеит по-своему. Потому что может быть делалось где-то в другом сервисе. Не знаю, может он отдал там 20 тысяч своему другу. Или он сделал сам. Или он отдал наоборот 100 тысяч какому-то техцентру. И... Все. Непонятно с чем закончится. Поэтому сейчас нам по-любому придется вскрывать. Опять же, если пламя гасящей шайбы сгорели, то придется все вымывать, вычищать все в головке. Делать фрезеровку, менять пламя гасящей шайбы, разбираться с газораспределительным механизмом. Также, если все же сгорело, ну вроде бы как я вижу, что оттуда просто вырываются прям куски сажи. Пытаются выскочить в цепь ГРМ. Вот. То нам надо будет снимать поддон. Смотреть целостность то есть сетки. Целое или не целое. То есть забитые или не забитые. Ну и вообще в целом все. Короче, выяснили такую штуку, что 30 тысяч назад, то есть, менялись цепи. Делался ремонт двигателя. Производился. Первое предположение было, что сгорели пламя гасящие шайбы, как это всегда происходит. И наступает конец. Они могут сгореть как через 10, так и через 30 тысяч. Так вот, первое, что мы сделали, вытащили форсунки. Вот они. Смотрите. Ну вот, я вытащил форсуночку, да. Видите, вся черная. И сразу думаю, ну вообще вытащились легко. И вот это, вот это прям вот непонятная, короче, штука. Но при этом шайба целая. И здесь целая. И вот это, видите, как выглядит. Здесь целая. Шайбы не сгорели, форсунки без проблем. Только они вылезли, как будто я их вытащил из пластилина. Вот. А теперь смотрим вот сюда. Смотрим вот сюда и видим картину. Складывается предположение, что двигатель прошел не 30, а 300 тысяч. Все распредвалы, кулачки, все везде на месте. Но такое чувство, что здесь все увязло в этой какой-то непонятной вещах. То есть она вот не откидывает назад. То есть все ходит, все двигается. Но все это делается очень и очень туго. Ну вот такую жесть я вижу первый раз. Первое, что было сразу, думки на то, что шайбы сгорели и все закончилось. Но здесь что-то с маслом не то. Тебя будем проверять. Более-менее разобрались. Слили даже масло с двигателя. Масло заявлено, что прошло 12 тысяч. Никак мы рекомендуем там 7, 9, 12. Но даже если 12, для 12 тысяч она выглядит неплохо. Даже если оно прошло 12, да даже 15. Все равно я не видел ничего подобного. То есть не знаю, что это такое. На масле на пробеге в 12 тысяч масло стало, ну, своего рода отделяться. Нижняя часть масла вроде как масло. А вверх у нас пошел какой-то непонятный следол. То есть вообще непонятно все тут забито. Вот просто. Здесь также на форсунках видно, что тоже полностью это непонятная субстанция. Дело в том, что смотрите по меточкам. Метки, распредвалы, рокера все на своем месте. Распредвалы им не хватало масла. То есть вот я снял бугель. Смотрите, он прям все пошел с задир, он идеально сухой. Тут прям насухо. Вот. И здесь практически такая же картина. То есть потому что масло, я не знаю, оно свернулось. Может быть это присадка, может быть это качество масла. Но вообще непонятно, что произошло. И я ослабил бугеля. Ослабил. То есть низ тоже метки проверил. Все-таки все выяснил, что там все ровненько, все отлично. То предположение, которое было якобы на один зуб. И то есть вот он работает, как должен быть. Все. Все рокера, гидрокомпенсаторы. То есть все на своем месте. Он так крутил, потому что ему было тяжело. Просто тяжело. Забило либо каналы постели распредвалов, либо забило канал вообще головки блока цилиндров. То есть там у нас сзади стоит безвозвратный клапан в блоке. Хотя цепь вроде бы как жалоб не было. Но есть такое ощущение, что верхняя часть головки вся прям просто какой-то ужас. А нижняя часть все прекрасно. Если будет что-то интересное, то есть может быть выяснится, что это была присадка. Или там, не знаю, некачественное масло. Может быть какая-то эмульсия. Но эмульсии я нигде не увидел. Охлаждающая жидкость была в норме. Она идеально чистая. То есть масла в уровень чуть-чуть не хватало. Маслительный фильтр. То есть все проверили, везде все прокрутил. Все отлично. Что это такое и откуда оно взялось, непонятно. Ну все. Если кто-то из вас сталкивался или видел что-то подобное, то ждем от вас ответа. Пишите. Ну все. Всем до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова